Ну и о спорте. Праздник хозяйства, красоты и грации. Дагестанские гимнастки завоевали 9 медалей на турнире «Майские звездочки» в Москве. В нашу республику представляли 9 юных спортсменок. Все подробности в материале Зумруд Гамидовой. Их путь к успеху складывается из ежедневных тренировок. Шпагат, мостик, колесо. И это всего лишь разминка. Большинству из этих детей нет и 7 лет, а их силе воли может позавидовать любой взрослый. Буловые ленты давно заменили им игрушки. В спортивном зале они находятся как минимум 3 раза в неделю. Мы буквально месяца 2, как уже стали тренировать деток, набирать детей, у нас проходили отборы. Очень много деток пришло на просмотры, на отборы к нам. 6 групп у нас уже тренируются сейчас на базе ШВС Маля-Алиева. Они у нас уже выехали несколько раз на соревнования. Некоторые детки у нас участвовали в международных турнирах. Даже чемпионкам никаких скидок на тренировках. В одном ряду со всеми. И так и за дня в день. Травмы, изнурительные тренировки, слезы. Все это остается за кулисами. Делая шаг на ковер, надевают улыбку и держат ее до конца выступления. После победы в соревнованиях почти каждая из этих девочек мечтает об олимпийском золоте. Восьмилетний Уму Кусюм турнир «Майские звездочки» принес второе место. Мне в художественной гимнастике нравится, что там все аккуратно, красиво, плавно. Я не начала заниматься. Тогда у меня в садике была первый раз гимнастика. Поэтому я начала заниматься гимнастикой. Я бы хотела стать олимпийской чемпионкой, выигрывать очень много чемпионатов. Соревноваться было непросто. Чтобы выйти на ковер в одиночку, надо иметь смелость. При этом показать публике все свои умения и не ошибиться. За ловкостью движения стоят ежедневные тренировки с профессиональными преподавателями. Выступили довольно хорошо. Заняли три первых места, два вторых места и четыре третьих места. Результатом мы довольны. Родители охотно приводят своих девочек в секцию художественной гимнастики. Ведь этот вид спорта, считают мамы, помогает развивать гибкость, грациозную походку и артистичность. Но самое главное, уже в таком маленьком возрасте они учатся трудиться и добиваться поставленной цели. Например, если высокий ребенок, худая девочка, высокая, очень гибкая, по природе гибкая, куда еще и в Дагестане можно ее отдать. Но именно на борьбу, тем более, если ребенок мягкий, на борьбу на такие более серьезные спортивные секции девочку не отдашь. А гимнастика – и это красота, и гибкость, и нежность. Мне кажется, для женщины это самое идеальное, художественная именно гимнастика. Соревнования закончились, а вместе с этим закончились волнения и переживания. Но ненадолго, ведь впереди спортсменок ждут новые турниры. Ну а в планах у тренеров сформировать сборную Дагестана. Они уверены, что художественная гимнастика зажжет еще не одну спортивную звезду. Замрут Гамедова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.